Одесса празднует 226 день рождения со дня основания. Почетные граждане города по доброй традиции отдали дань памяти и уважения отцам-основателям Южной Пальмиры, возложив цветы к их монументам. Принял участие в торжественной церемонии лидер Украинской морской партии, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Подробнее в нашем сюжете. Иосиф Дерибас, Михаил Воронцов, Григорий Морозли, атаман Головаты, герцог Деришелье, императрица Екатерина II. Все эти легендарные личности внесли весомый вклад в зарождение и становление Одессы. И по давно сложившейся традиции наши современники, почетные граждане города, отдают дань памяти и уважения основателям Южной Пальмиры, возлагая цветы у монументов наших выдающихся предков. 226 день рождения города-герой не исключение. Хочу поздравить всех одесситов с этим хорошим праздником. Я хочу пожелать самое главное, чтобы в отсутствие наших жителей города не сходила улыбка. Я надеюсь, что мы переживем это тяжелое время, коронавирус, и все будут здоровы, счастливы. С праздником вас, дорогие одесситы. С днем рождения нашего города, города-героя Одессы. День рождения – повод не только вспомнить о славных победах жемчужины у Черного моря. Одесса – город, который прошел серьезные испытания времени. Кто бы мог подумать, что помимо двух мировых войн, отпечаток на городском обличье оставил 21 век. Яркий пример – вид исторического центра, страдающий от недобросовестных застройщиков. Знаете, есть достаточно рычагов для того, чтобы сохранить архитектуру в нашем городе. Посмотрите, город застроен высотками. Это большая проблема. Это большая проблема, потому что мы должны остановить все эти незаконные застройки. Я считаю, что это действительно незаконные застройки. Ну, как можно строить сегодня и не построить детский садик? Как можно возводить 3-4 высотки, в которых будут жить по 4-5 тысяч человек, не построить ни одной школы? Мы все должны сделать для того, чтобы сохранить те здания, сооружения, ту архитектуру, которая была выстроена во время правления Григория Морозли в Одессе. Великий гражданин Одессы Григорий Морозли открывал больницы, школы, приюты. Морозли пробыл на посту городского головы целых 17 лет. Этот рекорд в Одессе до сих пор никем не побит. Морозли является примером во всем. И вот мы построили международную академическую школу. Мы ее выстроили как раз на том месте, где недалеко находился храм, семейный храм Григория Морозли. Я думаю, что это, наверное, очень важно, символично, что мы не построили высотки, не построили казино, а выстроили хорошую школу, школу будущего. Я горжусь, что к дню рождения нашего города мы успели завершить ее строительство. И сдали, и сегодня дети уже находятся в школе, и сегодня дети получают соответствующее образование. Я поздравляю Сергея Васильевича Кивалова с открытием международной школы. Проезжаешь мимо, ввещаешь эту красоту. Я надеюсь, что в нашем городе таких знаний со временем будет больше, полезных для народа и удобных для города. С лидером Украинской морской партии солидарны и другие почетные граждане Одессы, немало сделавшие для развития нашего города. Южная столица Украины может и должна выглядеть подобающей статусу. Почему это так важно? Потому что если бы не эти люди, то не было бы ничего. То есть вплоть до того, что не было бы нас с вами. А если бы мы где-то были, мы были бы другими. Не было бы ни одесского характера, ни одесского юмора, ни одесской литературной и художественной школы. Одесса – морские ворота страны. Без спорта не было бы и города. Но сегодня морехозяйственный комплекс как государства, так и нашего региона пребывает в упадке. Проблемы у отрасли должны решать профессионалы. Такие специалисты в составе Украинской морской партии Сергея Кивалова идут на выборы, чтобы сделать город и страну лучше. Очень много проблем. И, к сожалению, они с каждым годом наращиваются все больше и больше. И сегодня мы видим, что это приводит к результатам того, что порты начинают отдавать концессии, потому что они могут ими управлять. И городская власть, и областная, и министерство, и кабинет министров не видят этих проблем. Или видят, но не хотят их решать. Но у меня надежда, и вот эти выборы, которые будут, о том, что сегодня я вижу, что занимается морская партия теми же вопросами, задает вопросы, приезжает там, что смогут они каким-то образом сдвинуть с мертвой точки вот эту проблему. Украинская морская партия Сергея Кивалова примет участие в выборах 25 октября во все местные органы власти. Почетный гражданин города уверен, в Одесский городской совет зайдут достойные представители нашего города. Я не вижу сегодня вот какой-то радости. Обычно на день рождения города это веселье, это событие, люди выходят с детьми, радуются. Сегодня несколько по-другому. Я очень надеюсь, что у нас в городе произойдут изменения. Я уверен, что украинская морская партия станет самой крупной политической силой в городском совете. И тогда мы возьмем на себя ответственность за все, что будет происходить в нашем городе, в славном городе, в городе-герое Одессы. Главная гордость Южной Пальмиры – одесситы, которые, безусловно, заслуживают того, чтобы 227-й день рождения встретить без того количества проблем, которые до сих пор не решены.